Бюджет на трехлетку в первом чтении. Депутаты регионального парламента обсудили проект закона об областном бюджете на 2019 и на плановый период 2020-2021 года. Речь, конечно, в первую очередь шла о годе предстоящем. В первом чтении основное внимание к параметрам главного финансового документа губерния. Доходы на 2019 запланированы в размере 36,7 миллиарда рублей. Расходы 36,3 миллиарда. Профицит составит 362 миллиона рублей или 1% к объему расходов. Профицит по всем трем годам является объективной необходимостью. Область обязана выполнять условия реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам и обеспечить объем долга в соответствии с условиями соглашения с Министерством финансов. Дискуссия получилась жаркой. В основном за счет того, что отдельные парламентарии пытались направить работу в сторону распределения бюджетных ассигнований. Но это во втором чтении. В частности, депутаты задачены, почему перечень избирательских наказов не был утвержден их коллегами из предыдущего созыва. А вот обещание помочь гражданам – данные. Хватит ли теперь на все средства – неизвестно. На 2016 год в бюджете было заложено на наказы 150 миллионов рублей. На 2017 год было 100 миллионов рублей заложено. На 2018 год 125 миллионов рублей заложено было в бюджет. При этом мы имеем сегодняшний день по всем практически статьям индексацию бюджета. Более конкретные цифры будут ясны при переходе ко второму чтению. Регион ждет минимум еще 3 миллиарда рублей из федеральной казны в форме субсидий и субвенций. Тогда и станет понятно, можно ли добавить на наказы. Наши депутаты, хотя мы недавно еще работаем, работали достаточно слаженно на комитетах, что они неравнодушны, что они очень активно работали над документом, очень тщательно работали над документом. Надеюсь, что эта работа продолжится. Что сказать сейчас о бюджете? Конечно, мы сделали первые шаги пока только, но уже ясно, что бюджет реалистичен, что бюджет сбалансирован, там основные направления отражены. В первом чтении проект закона принят. За проголосовали 18 депутатов. Семь против, один воздержался. На подготовку ко второму более детальному чтению положено 30 дней. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.